В русском языке, это мы кусочек запишем небольшой, в русском языке есть пассивный залог. То есть нам говорят, одну секунду, нам говорят, там, мне звонили, мне скажут. То есть это кому? Мне. А где же головная фигура? Вот, мне скажут. Сейчас мы уберем все это. Мне скажут. Какие-то они скажут, а может быть это будет один человек. Мне скажут об этом завтра. Здесь нет главной фигуры. Почему? Потому что скажут какие-то они, они здесь даже не досужились появиться. Какие-то они. А вдруг это будет один человек? Мне позвонят. И скорее всего один человек будет держать трубку. Но если скажу мне позвонит, то мне надо сказать кто? А мне позвонят. Ну, надо вот эту опцию еще выстроить. Вот у человека, которому говорят, тебе позвонят. Он всех кандидатов на звонок будет вот так вот прокручивать, как будто шеренга стоит там. Такой вот у нас русский язык. Вот интересный, да? Мне скажут. А может одному человеку достаточно сказать? Мне скажут. Вот равно английское мышление. Такое. Я сам сделаю что-то. Мне это кому? Это не главная фигура. А здесь кто первый встал, то вы и тапки, как говорится. The one who happens to get up first. He will own the slippers. He will possess the slippers. Вот. Мне это кому, да? А я это кто? То есть я, да? Я буду каким? Сказан. Told. Поскольку кому мы берем слово не say, а told. Не said, а told. Вот эти оппала. Я буду сказан. Об этом завтра. About it. Tomorrow. Что вообще коврем не относится. И время тут вообще никакой роли не играет. Просто что мы его называем своим именем. И все. Tomorrow управляет вообще всей конструкцией. Скажем так. Направляет его в будущее. Я буду. И что мы скажем? I will be. I will be. Получается told about it tomorrow. Я буду сказан об этом завтра. То есть нет такого. Мне скажут. То есть в английском языке только один активный залог. Поэтому по каким бы мы конструкциям be не прогнали. Вот I am. I was будет. I will be. I am being. I am. Да. Действительно. Я есть пребывающий в таком состоянии. I am being called. Я есть пребывающий вызываемым. Вот это мне сейчас прямо звонят. Уберу сейчас вот эту штуку и мне обычно звонят. Получится. Вот. Я веду playing. Пускай здесь будет все по-прежнему. I was being. I was being talked to. Когда ты пришел, я был пребывающим. I was being. Не playing уже. Being. I was being. Я был пребывающим. Interviewed. Подвергаем им действию. I will be being. Мы не скажем. Там своя заморочка есть. I will be in progress of being talked. I will be in progress of being interviewed. Я буду в процессе бытия интервьюирован. Но вдруг мне надо как-то вот, не сказать непросто. Когда ты придешь, меня проинтервьюируют после этого. Нет. Когда ты придешь, ты наткнешься на процесс. Мне как-то надо его показать. Но у меня проблема. I am being. Нет тавтологии. I was being. Нет тавтологии. I will be being. BB получается. BB крем. I will be being told. Мы не скажем. I will be in progress of being told. I will be in progress of being told. Потом. Я уже побыл. I have been. Я уже побыл к прошлому. I had been. Я уже побыду к будущему. I will have been. Мне надо быть там. I have to be there. Мне надо было быть там. I had to be. Быть не факт, что просто быть там. А может быть быть, например, мне надо было быть обелеченным. I had to be ticketed. Как угодно. Tagged. На меня должен был ярлык повесить. Что я вот пришел. И так далее. I had to be talked to. Со мной должны были поговорить. Вот так переводится. Я имел быть поговоренным с. Потому что куда мы сопоставим? To I не поставим. To me поставим. Но это будет уже русский язык. I had to be. I will have to be. I've got to be. Или как угодно. I can be. I could be. I'll be told. То есть у каждого предмета во вселенной есть миссия. Если у футболиста, вот миссия football player. Миссия football player's mission. Олег, а что, как сказать? To kick the ball. И футболистов отругали. То есть очень хорошо. Футболистов отругали. Футболисты были отруганы. Ну, обругали, да. Обругали. The football players were sworn. Sworn. Это как бы брониться, не только клясться. Их окляли. Там как бы. Were cursed. Вот cursed. Вот есть такое слово. Cursed. Ну, если конкретная, подождите, миссия футболиста. А миссия мяча. The ball. The ball. The ball. The mission. The football mission. Вот футбольного мяча функция. Сейчас я закончу с этим и отвечу на вопрос. The football. Футбол. Это футбольный мяч, да? Его миссия. Это какая у него миссия? To be. Kicked. Быть просто подверженным действию. Подверженность всегда третья опора. И to be будет участвовать во всех конструкциях, так же, как и to kick, у всех предметов в мире равной возможности. Недушеленные вещи тоже делают вещи какие-то. Солнце освещает. Солнце, оно вполне себе. Ну, по религии, по конфессии. Оно освещает, что делать. Помогает фонтосинтезу проявляться, скажем. То есть, to kick или to be. Это зависит от миссии. Миссия документа – быть подписанным, а миссия человека – подписать to sign. Вот. Что я сейчас скажу? Потому что, значит, одну секунду. Мы перейдем в режим. Перейдем в режим. Режим того же гугла-переводчика. И посмотрим на то, как ведет себя эта адская машина. Ну, вполне себе не адская даже. Помогает иногда слова какие-то, спеллинги прочувствовать, потому что все озвучено. Вот. Мы пишем. The ball. Мяч надо было ткнуть. Had to be kicked. The football player. Что он имел, какую нагрузку? To kick the ball. Футболисту пришлось бить по мячу. Или надо было. Ну, не факт, что здесь нет второго перевода. Должен был, да? Ударить по мячу. Ну, у нас любят про долги там, там, все такое. Ну, в будущем мячик will have to be kicked. Will have. По мячу придется бить ногой. Кик – это удар ногой. Отсюда кикбоксинг. The football player, он будет иметь какую нагрузку? Will have. To kick the ball. Футболисту придется бить по мячу. Я просто head поменял на will have. Во всех случаях. Но каждый будет иметь необходимость сделать свое. Футболисты кикнут мяч, а мячик быть кикнутым. Потому что мячик пнуть тебя не может. Вот, то же самое, что... Олег, мой вопрос был как раз вот про состояние. Как отличить, когда футболисты были подвергнуты обругиванию, а когда они были в состоянии обруганных. Хорошо. The players... The football players, да? The football players... The players... Were... Cursed. Футболистов обругали. Ну, хорошо. Were sworn, можем сказать... Sworn. Этия форма. It was sworn with плохими мячуками. It was sworn with... Bad vocabulary. Риверселл контекст намного лучше. Да, конечно. В общем, were cursed. Давайте это поставим, и все будет нормально. Проклинали футболистов. Ну, это просто. Это не развитие событий. Но если они были... Were being cursed. At that moment. At that moment. Начало умнеть. Вроде бы, как ругали написал. Were being cursed. Были пребывающие. Были, что делающие? Пребывающие в состоянии подверженности. Третьей форме ругания. Как бы curse – это ругань. Вот. Were being cursed. Вот как понять. Как понять, когда они в состоянии обруганности, а когда не подверглись насилию? Ну, я не знаю. Мы ребенка накормили. Это, очевидно, факт просто для галочки. Это действие состоялось. Зарегистрировали просто действие. А если мы, скажем, ребенка кормили, когда я пришла. The child, the baby was being fed. Феликс и Вон Ван Витчерденский. Вот. Но если мы скажем, ребенка просто накормили, фактически. The baby, the baby was fed. И все. Bing дает… Вот was fed – это просто файл в видеорегистраторе. А когда мы его прокручиваем, это вот это. Это видео. А вот это просто файл в перечне, в списке, сделанных файлов в прошлом. Вот просто и все. Я пришел. I came. I came. Сейчас у меня вторая группа начнется, она мне устроит. Когда болят. Давайте прощаться тогда. I came. Я пришел. I was coming. Смотрите, что переводит. I was coming. Я был на подходе. Я шел. I was coming home. Я был на подходе домой. I came home. Я пришел домой. Вот и все. Там же и to be. I was home. I was at home. I was being cold from home. Не звонили из дома. Хорошо. Да, не забывайте про это слово. Но самое главное, с большой буквы пишется. И все. Улетаем мы сейчас на переверочек. Да. Во сколько вам потом можно будет позвонить, Олег? В девять. Нет, нет, сейчас, секунду. В восемь. В восемь. Восемь. Хорошо. Ровно восемь тогда позвоню. Да. Восемь. По-моему, восемь. Если... Ну, я приму звонок. Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо большое. You two have a nice weekend. And hello, Lucea, Tanzila. We'll start literally, literally, от слова litera, буквально, через three minutes. Please let me just a little break. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует...